В сентябре документы на повышение тарифа подали перевозчики Северодвинска и Архангельска. За проезд в Пазике просят 25 рублей, а в низкопольном автобусе, то есть МАЗе, целых 35. Аргументы из года в год прежние. Рост цен на топливо и запчасти, зарплаты работникам, расходы на техобслуживание. Но один из перевозчиков, который, правда, пока не работает, контракт муниципалитета с ним разорван, уверяет, цены можно оставить на прежнем уровне. Тарифы напрямую зависят от того, сколько автобусов выпущено на маршрут. Их количество и тип задает Минтранс в техзадании. По словам Николая Малинникова, цифры в нем ставятся наугад, ведь проверку главного критерия пассажира оборота никто не проводил. Заказали 8 автобусов. Я им ходил доказывать, что там надо всего 5 автобусов в летний период, там 8 автобусов не надо. Что надо сократить, тогда у меня уже и прибыльность какая-то появится. Но они говорят, ты должен 8, вот ты езди 8. Я езжу, езжу, у меня расходы тык-тык-тык растут, растут. Для чего это загонять в расходы? А если бы это было, если бы они были, как согласно закону, но это есть, так и есть, они должны компенсировать мне вот эти расходы. Александр утверждает, из-за такого просчета по выходным курсируют пустые автобусы. Если пересчитать пассажиров и урезать количество рейсов, 22 рубля за проезд будет достаточно. Есть и другая позиция. Перевозчик Николай Корягин считает, количество рейсов рассчитывается по времени маршрута. Затем из пассажира обороты определяют необходимую вместимость автобуса. Все, чтобы соблюсти интенсивность и не перегружать движение. Новые низкопольные автобусы, которые и прописаны в тех заданий, обходятся перевозчику в 12 миллионов рублей, в 10 раз дороже пазиков. Тариф можно оставить на прежнем уровне, только если город согласен вернуться к пазикам на запрещенном пропане. Газовое оборудование дает экономию 30% по топливу. Соответственно, в этом разрезе, например, худо-бедно с экономией на топливо там, уложиться в нынешние времена в 23-24 рубля, работая на автобусе марки ПАЗ, возможно. Город улучшает подвижной состав, но за подвижной состав приходится платить всем, и городу, и перевозчикам, соответственно. Пока заявка находится на рассмотрении агентства по тарифам и ценам Архангельской области. В сентябре 2016 года один из северодвинских перевозчиков обратился в агентство с заявлением о пересмотре тарифа. Предприятие предлагает увеличить стоимость одной поездки с 22 рублей до 35 рублей. В настоящее время документы находятся на рассмотрении. Агентством проводится экспертиза заявления и доказательств, предоставленных предприятиям в пользу своей позиции. Возможность субсидирования убыточных рейсов существует, но обсуждать ее будут только после ответа агентства по тарифам и ценам. Впрочем, северодвинцы после 70 лет продолжат ездить в городских автобусах бесплатно круглый год. Постановление подписал мэр Михаил Гмырин. Напомним, Северодвинск – единственный город, где предоставляется данная льгота. Школьникам и студентам во время учебного года проезд обойдется в 15 рублей. Мария Воробьева, Алена Губаева, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.